Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Пожалуйста, собираемся на урок. Значит, и все постепенно начинают все собираться. Максим Перенчук сейчас первый все время заходит. Раньше заходила Нивня, Диоргий Нивня, но сейчас Максим Перенчук успевает всегда первый написать шалом. Как это работает, непонятно, но вот Алекс Чудеевич, всем привет, дорогие друзья! И мы продолжаем изучать великую-великую мудрость. Удостоились мы изучать великую мудрость царя Соломона, который с Богом общался напрямую. Шалом! И, значит, а мы с помощью комментаторов пытаемся понять, что нам хотел передать. Значит, мы я сургана. Да. Да. Значит, все. Мы продолжаем изучать восьмая глава. Восьмая глава. И мы остановились на том, что на семи столбах построено мироздание. Это было семь первых дней творения. То есть, каждый день имел свое наполнение. и как бы он заложил свою динамику развития в то тысячелетие, которое относилось к этому дню. Это очень интересно. Как есть в псалмах Давида написано, что Бог сказал, что для Бога день, как тысяча лет. То есть, прямо есть так. Давид несколько раз говорил, для Бога день, как тысяча лет. И получается, что первый день, это было первое тысячелетие. Тогда все еще формировалось. Первый человек, он там, ну еще так он, этот мир думал, как же в нем жить. Второе тысячелетие, третье и так далее. Шестое тысячелетие, это как шестой день был создан человек. И мы сейчас живем, шестое тысячелетие подходит к концу. И в конце, прямо шестого дня был создан человек. И в конце шестого тысячелетия должен прийти Машеах. То есть, раскрытие человека в его самую высшую стадию. Это Машеах, как Мессия, которого ждет весь мир. Значит, это будет конец шестого тысячелетия. Мы сейчас как раз живем вот буквально вот-вот и он придет. Это очень интересно. Дальше, второй был отрывок, что все нам Тора приготовила и как относиться к мясу, к животной душе и как относиться к более глубоким духовным вещам. Это как сравнивается с вином. И вообще, она нам накрыла стол. То есть, все понятно. тот, кто живет по Торе, Тора нам разъяснила все аспекты мироздания. Тора нам объяснила. Все отлично. Теперь дальше. Третий отрывок. Шалхана Аратея Текра Альгапей Мерумей Карет. Значит, переводится так. Шалхана Аратея послала она каких-то прислужниц. Текра Альгапей Мерамей Карет. Значит, она взывала на вершинах каких-то Карет, это городов. Городов, на вершинах городов. Объясняет нам Малбим, что мы же знаем уже, что Тору человек придумать не может. Тору человек может только получить. То есть, Тора это шло от Бога через пророков, от пророков к мудрецам и от мудрецов к человеку. То есть, Тора, я не могу придумать Тору. Тору я могу только получить извне, изучить и дальше я потом эту Тору внутри обрабатываю, внутри себя, но я ее должен именно получить извне. Теперь, вот об этом как раз в третьем отрывке написано восьмой главе, что послала она прислужниц. Тора послала прислужниц. Кто прислужницы Торы? Мудрецы. Мудрецы в каждом поколении. Есть мудрецы, которые посвятили себя служению Богу. А как служить Богу? Изучать Тору, изучать, разбираться и передавать ее. Это то, что называется Тора-то уману-то. Тора его профессия, Тора его предназначение в этом мире. И сидят такие люди в ешивах, и они всю жизнь посвятили служению Богу и изучению Торы. Это отлично, отлично они выбрали себе призвание, потому что в Пертьевод он сказал, что тот, кто принимает на себя ярмо Торы, с того снимают ярмо царства и ярмо заботу о прописании. то есть эти люди они говорят мы хотим как вот Тора была дана кушающим ман даст Бог день, даст Бог пищу, также они говорят нам Бог даст как с неба спускается мана, как заяц он в очередях не стоит, то есть Бог все живое он ему всем дает еду. Также человек, который решает полностью посвятить себя изучению Торы, он говорит даст Бог день, даст Бог пищу, все. Были такие великие мудрецы, которые вообще уходили в добровольное изгнание и они даже не ночевали больше одного дня в одном месте, они вот так вот инкогнито великие мудрецы выходили и шли из местечка в местечко приходили в синагогу, там посидели поучились, им что-то дали какую-то еду, там посидели поучились, здесь поучились, это назывались скрытые праведники. Они не хотели вообще от этого мира получать никакого удовольствия, а только посвящали себя духовности, это такие были вот великие мудрецы. Значит, и вот Шалхана Ратея послала Тора своих прислужниц и они взывали на высотах городов, но опять же здесь есть разные отношения к Торе, например, в странах восточных, таких как Персия, Иран, например, Ирак, там Марокко, Тунис и так далее, у них было все с точностью наоборот, то есть у них великие мудрецы, они считались царями в народе, их невероятно почитали, и, значит, к ним шли за всеми советами, за благословениями, за сгулотой, они были очень как цари, они были, например, бухарские раввины, да, они в таких золотых халатах ходили, там вообще, то есть у них было, на востоке было к мудрецам большое почитание, и так есть, мы уже учили, и так есть, ну, то есть, те, которые говорили, что надо почитать Тору, они говорили, смотрите, это самая великая мудрость в мире, и это от Бога, и надо это почитать, другие говорили, это настолько высокая мудрость, что даже у него нету связи с этим миром вообще, то есть, что этот мир со всем его золотом, и так далее, это все эвели-вели, пар паро, и они, значит, то есть, вот этот вот подход европейского еврейства, да, такой, это еще началось с разделения, был вавилонское еврейство, еврейство Израиля, Израиль, они были такие скромные, то есть, они были скромные, они, а вавилон, они были в золоте, такие, прям вот как сейчас евреи в Америке, да, такие, важные очень, и потом вавилонское еврейство, оно пошло на восток, в Испанию, в Марокко, вот туда, это называется Сфарадим, а аштенатское еврейство, оно пошло из Израиля, оно пошло в Рим, из Рима в Аштенат, в Германию, из Германии в Польшу, в Украину, в Литву, и там были мудрецы, такие более скромные, которые было, считалось, высшим таким пилотажем, это в принципе, вообще, отойти полностью от этого мира, не иметь имущества, вот это вот добровольное изгнание, это считалось высший пилотаж в Европе, а у них, наоборот, считалось, что высший пилотаж, это если ты, как говорится, что слева торы, богатство, справа, долголетие, слева богатство и долголетие, а справа, или справа долголетие, слева богатство и почет, хорошо, теперь, вот тут я написал, и дал даже список сайтов, в которых, как раз, эти сайты, можно их назвать прислужники торы, то есть, то, что говорится, послала своих прислужниц, на сегодня, это раввины, сайты, мудрецы, которые рассказывают о торе, я привел вот тут 4 сайта, ваикра, это наш сайт, хасидус.ру, есть и добрут, на русском языке, отличный сайт, и толдот.ру, вот 4 главных сайта, в которых можно учить тору, теперь, четвертый отрывок, четвертый отрывок звучит так, ми пати, ясур, эна, хасар, лев, амрало, значит, переводится дословно так, ми пати, кто наивный, юсар, эна, он завернет сюда, кто наивный, завернет сюда, хасар, лев, амрало, тот, у кого неразумный, хасар, лев, это тот, кто не управляет собой, не управляет собой, не управляющему собой, она сказала, значит, что имеется ввиду, есть в правую руку долголетие, правильно, в левую, богатство и слава, то есть получается, вавилонский вот этот подход, это левая рука, богатство и слава, а это долголетие, имеется ввиду долголетие, уход в духовное, вечное долголетие, то есть они говорили, я здесь не хочу никаких получать бонусов, хочу все обналичить там, так говорили европейское еврейство, раввины, хорошо, двигаемся дальше, значит, четвертый отрывок, ми пати, ясур, эна, хасар, лев, здесь опять вводится нам еще, чтобы мы понимали, я что, позвонишь, я что, значит, чтобы мы понимали типологию, есть такой, есть такой человек, который называется, наивный, значит, кто такой наивный, наивный, так, еще раз, кто наивный, есть люди, которые все понимают односложно, вот это называется, качество ума наивный, то есть наивный человек, который воспринимает, вот, ну, как она есть, да, это называется наивный человек, то есть, вот он, что слышит, то поет, как есть известная такая история, известная есть история, как, ну, не история, такой есть, как метафора такая, да, метафора, что человек, который воспринимает мир, как чукча, я это слышал в такой интерпретации, что вижу, то пою, то есть, тот, кто не вдумывается в глубину, в какую-то, не дает каких-то интерпретаций, наивный, это тот, кто вот, что вижу, то пою, что слышу, тому верю, это наивный, теперь Тора говорит, кто наивный, пускай завернет сюда, это неплохо, если наивному попадается, хороший источник информации, что может быть лучше, то есть, наивный человек, он однозначно воспринимает, если ему даешь плохую информацию, он такой однозначный, какой-нибудь коммунист, если наивный, ему даешь Тору, это называется, в Торе, это одно из лучших качеств, будь томим, томим, это именно наивный, то есть, воспринимай как есть, будь с Богом, без всяких, бесхитростный такой, да, это отличное качество, если ты, опять же, воспринимаешь правильный источник информации, поэтому здесь написано, кто наивный, пускай завернет сюда, все отлично, сразу у него начинается идеальная жизнь, понятно, да, то есть, у наивного в Торе начинается идеальная жизнь, он сидит, спокойно, учится, делает, воспринимает, у него просто все идеально, я знаю, в ешивах, вот, когда в ешиву попадают вот эти наивные люди, они бы в жизни бы не нашли себе места, вот, в обычном мире, вообще не нашли бы, их бы все обманывали, дурили, они не наглые, они спокойные, в Торе, это самые уважаемые люди, он сидит себе спокойно, учится, слушает раввинов, каждый день у него уроки Торы, и он прям реально, для наивных Тора, это находка, и поэтому, то, царь Соломон говорит, кто наивен, пойти вот такой, да, пусть завернет сюда, о, теперь вторая категория, из Кассер Лев, Кассер Лев, это человек эмоциональный, который не управляет своим мышлением, у которого мышление, его носят, знаете, такие люди эмоциональные, туда, сюда, он тут спылил, тут туда, тут он захотел одно, тут он другое, такой, творческо, вспыльчиво, эмоциональный, это ему Тора говорит, она ему сказала, что она ему сказала, Тора его ставит в рамки, она его ставит в рамки, ему говорит, смотри, значит, это можно делать, это нельзя, но, ему намного будет сложнее, чем наивному, теперь дальше, дальше, есть, и что она ему говорит Тора, леху лахаму балахми, уштуб яин масахти, она ему говорит, смотри, значит, приходи, ешь мой хлеб, то есть, есть наивному, достаточно однозначных указаний, которые простые, понятные, вот как хлеб, да, такой, это делай, это не делай, и он спокойно себе прочитал, это делает, это не делает, тот, у кого, у кого есть, вот этот хасер лев, у него, ему говорится, кушай хлеб, и пей вино, мною, которое я тебе налила, значит, что, какое вино вообще, о чем идет речь, почему, почему написано в Мишле, что, идите, ешьте мой хлеб, и пейте вино, значит, объясняет нам Малвим, что, когда говорится, пейте вино, вино, яин, дематрия, слово яин, это 70, и сот, сот, тайна, тоже 70, то числовое значение слова вино, и слово тайна, оно одинаково, поэтому есть такое выражение, хочешь узнать тайны, значит, вошло в человека вино, вышло из него тайна, то есть, вино, тайна, они где-то есть у них, какое-то пересечение, все об этом знают, теперь, вот этому человеку, который хасер лев, который не может с собой управлять, ему нужно копнуть глубже, то есть, он начинает тренировать такое качество, которое называется логика, вино, оно еще сравнивается с бина, бина это логика, сообразительность, то есть, Тора, особенно изучение Талмуда, оно невероятно меняет мышление человека, то есть, когда ты учишь Талмуд, ты все время находишься в состоянии таких интеллектуальных, логических исследований каждого аспекта реальности, то есть, ничего в Талмуде не воспринимается, как должное прямым путем, именно талмудическое мышление, оно подразумевает, что ты на все задаешь вопрос, ты хочешь понять корень всего, вот этот вот, говорят, еврейский способ отвечать вопросом на вопрос, то есть, действительно, и на вопрос надо ответить вопросом, а чего ты спрашиваешь, что ты имеешь в виду, когда ты задаешь этот вопрос, ты вообще на что надеешься, и какой ответ ты ждешь, что я тебе скажу, можно задать миллион вопросов на вопрос, теперь, такой способ мышления, логика, он тренирует у человека, он его, человек перестает быть эмоциональным, таким расхрыстанным, и, как сказать, вот, Хасер Лев, это тот, кто не может сфокусироваться, и не может сконцентрироваться, так вот, вот этот способ логического, интеллектуального, да, да, вот, Дамир говорит, наивный, он живет здесь и сейчас, а Хасер Лев, он живет в каких-то, он все время расфокусированный, так вот, Тора, она наивному дает простые указания, что делать, а простые указания на расфокусированного не работают, потому что его все время наносят в разную сторону, ему Тора говорит, пей вино, пей вино, имеется ввиду, изучая глубоко смысл, причину, значение, причины и следствия, выводы, и так далее, и получается, что тот, кто был Хасер Лев, вот я был, например, до Торы, я был как раз, четко попадал в категорию, что Хасер Лев, это не управляющий собой, то есть у меня было все время, мне то одно хотелось, то другое, то я начинал, то другое начинал, когда я сел в Тору и начал учиться в Яшиве, то из-за того, что я изучал несколько лет Талмуд, то есть у меня голова стала такая прокачанная, сконцентрированная и сфокусированная, и это то, что написано в пятом отрывке, приходите, ешьте мой хлеб, это обращение к наивным, то есть просто, вот то, что есть в сборниках законов, Шулхана Рух, сиди, читай, воспринимай, делай, и пейте вино, которое я наливаю, это говорится не управляющему собой, и опять же к ним идет обращение, к этим двум категориям, неразумным, вот этим вот, пойти это наивным, говорится, оставьте свое, вот это вот, ну свои наивные представления о мире, в которых вы жили, наивный человек, любой человек живет в каких-то представлениях о мире, понятно, да, наивный живет, вот просто, ему сказали там, у нас коммунизм, он, я коммунист, у нас капиталист, я капиталист, я капиталист, у нас там в армии, идем туда, идем туда, то есть ему Тора говорит, отлично, все, оставь вот эту всю иллюзию, которую тебе предлагает мир, и спокойно иди себе по Торе, это достаточно, кому наивным, азву таим вехью, то есть оставь свои вот эти вот наивные представления о мире, и живи Торой, то есть живи вечной жизнью, живи Торой, отлично, ваишуру бадерах бина, а вот этим, которые Хасерлиев, которые они не такие наивные, то есть у них, у них все равно есть вопросы, на любые рамки, на любые какие-то идеологии, у них все равно были вопросы, у меня, например, всегда были вопросы, я не слушался, не послушный был, к внешнему воздействию, и это называется неуправляемый, который и сам собой не может управлять, то есть и другим не могут управлять, и он сам собой не может управлять, так ему говорится тогда, всегда ходите путем бина, путем разума, путем логики. То есть развейте в себе логику. То есть ты сам должен научиться управлять своим мышлением и своей жизнью. Все, это было до шестого отрывка. Мы сегодня дошли. И давайте сделаем вывод. То есть нужно определить свою типологию. Значит, типология... Ну, вначале есть источники Торы. Первое, источники Торы, это те, которые получили Тору у предыдущих поколений. Те, которые выдумывают, те, которые такие не учили, у них нельзя учиться. То есть нужно учиться у проверенных товарищей. Как говорил мой учитель Равыцкак-Зильбер, Раша проверенный товарищ, Рамбам проверенный товарищ. То есть нужно учиться в классических системах. Я дал четыре сайта, которые преподают классическое такое вот Тору в классике. Второе, нужно тогда определить, какой ты. Если ты наивный, спокойный человек, послушный, тогда отлично. Ты просто переключаешь свое восприятие на Тору. И ты спокойно, как ты жил когда-то по указаниям коммунистической партии, ты живешь по указаниям Торы. Это отлично. Если ты непослушный, Хосер Лев, если ты неуправляемый, тогда тебе нужно к Торе подойти с другой стороны. Нужно тогда тебе все понять, разобраться. Нужно себя тогда научиться управлять своим мышлением. И это как бы то, что мы сегодня выучили. Один источник, два разных подхода. Все, удачи, успехов. Всем хорошего, прекрасного дня.